РАБАШ РАБАШ А с другой стороны, он обязан не только относить то, что он чувствует, но то, что есть еще и у товарищей. Их он должен наполнять. Тут он должен делать все, без границ. Он должен предать себя товарищам и обслуживать их желание получения только для того, чтобы приблизить их к Творцу. И быть смешанным с ними в том, что насколько он преуспевает в этом, приблизить их к Творцу, он видит себя счастливым. Это понятно. Но товарищи могут этим не удовлетвориться. У них все время недостаток. На практике, если мы смотрим на свою работу в десятке, один чувствует, что он делает достаточно, а другие видят, что он практически ничего и не делает. И это проблема. Потому что человек относительно себя может сказать, я сделал, я чувствую хорошо себя с тем, что делал, потому что мне удалось что-то сделать. И он уверен, что он на пути. А с другой стороны, кто определяет путь человека? Если человек ежедневно хочет объединить товарищей и подтолкнуть их к объединению между ними и Творцом, к объединению с Творцом, то он должен получать только хорошую реакцию. Да, то есть, по-видимому, он должен почувствовать это от десятки, что он делает хорошую работу, но он должен судить это по поводу того, как десятка дает этому почувствовать, а не то, что он сам по себе чувствует. Я думаю, что ему достаточно почувствовать, как он передает им отдачу Творца, воздействие Творца, и как они реагируют на это, и объединяются все вместе. И он чувствует себя, что он вызывает это, и вместе с ними продвигается к Творцу.